Более 120 миллионов рублей потратили в регионе в рамках нацпроекта «Демография» для постоянного медицинского наблюдения за лицами пожилого возраста прямо у них дома. Какие услуги могут получить пенсионеры, расскажет Викторина Радаева. Осмотреть и оказать медицинскую помощь – это только часть обязанностей врачей, которые помогают пенсионерам в Искитиме. Бригада приходит раз в неделю. Врачи не только следят за здоровьем, но и привозят необходимые препараты и оборудование. То, что нам сейчас бесперебойно доставляют и мочеприемники, и катетеры. Раньше я все это покупала сама за свои деньги. Сейчас все это приносят. Не хожу за лекарствами. Главное, что не хожу за лекарствами в больницу. В рамках национального проекта «Демография» уже три года реализуют пилотную программу помощи маломобильным гражданам. Ежегодно в ней участвуют от 10 до 12 регионов по всей стране. Суть в том, чтобы привлечь организации к постоянному медицинскому наблюдению за пожилыми прямо у них дома. Пожилые люди есть. Они все у нас стоят на обслуживании государственных организаций. И когда лечащий врач понимает, что ему требуется дополнительное такое внимание, он направляет эти сведения, и мы распределяем этих людей. Пока программа охватывает только новосибирский Искитим. Это во многом связано с тем, что подать заявку на участие могут только частные клиники. Именно они определяют зону своей помощи и количество граждан, которые могут взять на попечение. Сейчас в программе участвует более 700 человек. Это очень хороший проект. Нам удобно и комфортно по-человечески. Вот это отношение к пожилым, человеческое отношение к пожилым людям. Вот это вот этот проект. По результатам обследований врачи связываются с профильными специалистами. Кроме того, они могут записывать пациентов на приём в поликлинику. Екатерина Радаева, Алексей Баженов. Новости ОТС.